Новое отделение для обсервации больных с пневмонией и подозрениям на COVID-19, открытое меньше недели назад в одном из корпусов Одесской городской клинической больницы номер 5, уже переполнено. Из-за большого количества пациентов тестов не хватает, поэтому к руководству города было направлено обращение за помощью. За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступило 11 человек с подозрением на COVID-19. Вся заболеваемость, которую мы регистрируем в организованных коллективах, в том или ином случае связана с тем, что на работу ходят именно больные с респираторными проявлениями. В коллективах не соблюдаются ДЭС-режим, коллектив не работает, не использует средства индивидуальной защиты, антисептики, поэтому инфекция распространяется внутри коллектива. Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции город Беляевка Одесской области оказался в красной зоне карантина. Эта территория находится в самых строгих карантинных ограничениях. На две недели в Беляевке остановят работу общественный транспорт, заведения общепита и общеобразовательные учреждения. Инфицированных жителей госпитализировали. Все хвори, кто важкий, госпитализованы в медицинский центр на судобудивание 1. Амбулаторно находится под контролем лекарей первинки. Накануне учебного года в вузах Одесского региона будут проведены медицинские осмотры и тестирования для студентов, которые поселяются в общежитии. Размещение планируется с 25 августа, а в некоторых заведениях – 7 сентября. До указанных дат администрация университетов должна предоставить списки лиц для поселения и согласовать график сбора крови. Вы знаете, у нас впереди 1 сентября. Есть школы, студенты. Сейчас очень много говорится о том, что будут тестированы студенты. В частности, в городе Одесса методом УФА планируется провести. Дальше у нас откроются школы. Дать какие-то прогнозы сегодня на ту ситуацию, которая будет через 2-3 недели, невозможно. Поэтому я думаю, что о ситуации к 1 сентябрю, о том, какая область будет в какой зоне, какая заболеваемость, какие мероприятия будут проводиться, тоже очень сложно сказать. Все будет оценено непосредственно перед 1 сентябрем, согласно тем показателям, которые будет иметь тот или иной район. В Одесской области загруженность коек в инфекционных отделениях составляет 48,3%. Напомним, с 1 августа Украина разделена на 4 зоны эпидемической опасности – зеленая, желтая, оранжевая и красная. По состоянию на 17 августа Одесская область попала в желтую зону, кроме Николаевского и Саратского района, которые находятся в оранжевой зоне, а также Беляевке, вошедшей в красную. Желтым необходимо соблюдать следующие условия. Ношение маски в общественных местах, социальная дистанция при проведении массовых мероприятий с одним человеком на 5 квадратных метров. Перевозить пассажиров в общественном транспорте можно только на сидящих местах, а в кинотеатрах и театрах для продажи билетов будет доступна только половина зала. Запрещается посещение учреждений социальной помощи, где находятся люди преклонного возраста. Оценивать безопасность региона будут еженедельно. По загруженности коек в инфекционных больницах, средним количеством тестов в регионе, коэффициентам выявления случаев инфицирования и показателям динамики роста заболеваемости. Продолжение следует...